Друзья, добрый вечер. Небольшие изменения на слоте ведущего, он стал постарше, с вами Инстамитяй. Мы продолжаем с вами смотреть OG против Viking GG и напомню, что в этом противостоянии есть определенная подоплека. С одной стороны, тренер Viking GG Immortal Faith говорит, при всем уважении мы их порвем. С другой стороны, есть играющий тренер Сеп, который говорит, что меня обижает даже сам тот факт, что некоторые команды думают, что могут нас обыграть. И пока за свои слова отвечает OG. Давайте разбираться, что мы увидели на первой карте и зададим вопрос аналитикам в связи с этим. Ребят, привет. Наверное, в кадре нужно здороваться, поэтому я это обязательно сделаю. Собственно, инвокер здорового человека, экзортовый, появился очень часто. Это был вексовый инвокер. Ну, я понимаю, но я про то, что первая раскачка на экзорт. Ну да, да, это крайне редко, но опять же, буквально вчера там уже все эти паблики по доте, по стиле хайлайта, где он также катаклизм и рапашку делал. То есть он тренировал этот момент и зашел сюда осмысленно с этим героем. Сейчас все инвокеры играют через экзорт. Поправлю вас во всех вообще регионах. Все играют исключительно через экзорт. Сквакс векс вообще отошел на уже вторую сцену, поэтому это абсолютно нормально. Сейчас было через санстрайки, помогать на каких-то других лайнах. Опять же, у тебя есть герои, под которые ты можешь делать под РП то же самое, да, чтобы Магнус не был бесполезным, чтобы он свой РП реализовывал. Экзорт очень круто подходит. Ну, не экзорт, санстрайк, соответственно, очень круто подходит под это все. У меня вопрос, на самом деле, к верхнему лайну. У тебя настолько сильный лайн в лице Виноманстера и Клокверка. И вот так его проигрывать Леону, то есть не Леону, Андаингу и Спектре, ну, это, конечно, не дело. От этого очень многое зависело, чтобы от Спектра не была распармлена. Но OG сам по себе очень драфт хорошо продуман. У тебя Магнус не идет там ни через какие пауэртретсы, там дагера, что-то там на фарм и так далее. Он не играет пассивно, да, как в предыдущей серии у нас играл товарищ один. Вот, он играет через грифсы, потому что прекрасно понимает, что рано или поздно мы будем драться. Грифсы практически держали на плаву, фотосоло, этот артефакт держал на плаву все вот эти ранние драки, когда пытались как раз-таки уже их принимать, это раз. Во-вторых, очень круто заходил и Алакрити от Инвокера, и импауэр от Магнуса по самой Спектре, потому что у нее по-хорошему дэмэджа нет, она дэмэдж вообще не наносит никакой. Она там дэмэдж наносит из дротиков и с дисперсии, но ей хочется бить с руки. И вот как раз-таки импауэр и Алакрити очень много этой дэмэджа давали. Знаешь, сколько раз Инвокер кидал Алакрити не на себя? Нет, я так понимаю. В мир на всю игру бегал сам. Нет, он и Сэй кидает, но и на Спектре тоже, и Алакрити постоянно висел. Но при всем при этом по макроигре викинги же давали хорошие драки, где у них была хорошая комба Дума и Гримстроука. То есть получалось им двойную игру давать. Все здорово, но смотри, короче, в этой игре, как бы там Сек не писал еще в Твиттере, где бы он еще не говорил, он делал все, чтобы викинги победили. Повозил из катаклизмов, подвозил вот так под Леона, ребят, заберите его со мной. Все делал, чтобы у викинов что-то получилось. Чтобы было интереснее. Чтобы было интереснее. Это значит, и ОГ все равно все драки там нормально проводили, все, в итоге побеждали, игру затащили. Посмотри, насколько много Себ для них сделал, для команды противников. И знаешь, какой был запас прочности у ОГ, что они могли себе это позволить, чтобы потом все равно победить. Единственный заход на хайграунд, это когда Дума с Аегисом завезли на Т3 посмотреть. Но этот мув, по сути, и выиграл игру, был переломный момент. Не выиграл, но помог, скажем так, ее немножко ускорить. Все-таки Спектра очень много набирала. И вот будет еще хайлайт, по идее, один из последних, где Джиггернаут. Нажимает ультимейт, и команда в миллисекунды буквально попадает, лотус вешает. Не знаю, я все равно сторонник того, что здесь Дума нужно было собрать Коллен Смида. Коллен, у него много денег, ему все равно нужно было один из первых артефактов собрать Оганим. Потому что Оганим здесь реально аккуратно было. Ну, не очень комфортно все равно. То есть, тебе надо подходить, сбить Спектру, чтобы не очень долго на этот пассив выключалось. Проще на Сильвер собрать уже. Нет, на Оганим, у тебя, во-первых, есть Гримстрок, потому что ты очень хорошо, они связку отреализовывали, да? Всегда практически дабл Дум лежал, и под Оганим это круто заходит. Потому что были драки, где Спектра дисперсии, в ответку она хоть и в Думе была, но... Серег, если что, сейчас Оганим на Эфирн Блэйт работает. Не на Думах. Точно. Тогда тупость. Но он все еще делает брейк, все еще, да? Но ты на одного его повесишь, на одного удара, там на условных 1.75, по-моему, или типа того. Поэтому вариант неплохой собрать Оганим, просто в рамках именно Контриспектры, возможно, все-таки вариант СШБ. Что-то, я пропустил этот Оганим где-то. Будет чуть-чуть получше. Что он Эфирн Блэйт? Ну, Сереж, патчи, 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 за всем порой. Ну, ничего страшного, ничего страшного бывает. Комьюнити не простит, я тебя прошу. Это, конечно, нет. Еще интересный разговор состоял с Умайлой с Джемом. Я захожу на кухню, они говорят, ну, это классная идея дать столь пинга независимому герою, как Спектра, человеку Мидвану, у которого 200 пинга. Вот, а у него не 200 пинга, насколько я не знаю, они все на буткемпе сейчас собрались. Уже на буткемпе, да? Да, и как раз-таки, возможно, поэтому Сумайл заменен, потому что не смог выехать, добраться, а вроде как Мидван приехал. Что с Америкой сейчас вообще все, конечно. Ну, по крайней мере, знаешь, играет паблики в Европе, возможно, как бы, либо привыкает к пингу, либо добрался. Я вот только с утра с ним фотографию видел в Инстаграме, как раз-таки их буткемпы стоят, они там уже на общей кухне кушают. Там Сэп, Мидван, еще кто-то, не помню, Путоли Сакста и Сокста. Да, и там будет момент, где спектра осталась последняя, вот с Эггисом, возможно, даже эта драка долгая, где вот сейчас он умрет, станет с Эггисом и посмотришь, насколько он пинга независимый человек. Ну, получается, я могу забрать обратно слова моего восхищения тем, как он бодиблочил сразу же на лайне. На пингве 200 мне казалось, что это достаточно сложно делать так качественно, я думаю, может, через шифт он это делает. Но... Заранее знать, куда противник пойдет. Нет, это было бы жестко. Крипы пойдут, это знать можно в любом случае. Я подошел в этот момент, очень был красивый, то есть это, наверное, первый хайлайт, где именно вот хайлайт, то есть не просто такой вот повторчивый там, а в крутой момент, смотри, оп, еще мутит. И успел то есть реагировать, нажать, увернуться, и он там еще очень быстро так все прокликивал, увернулся от хукшота, увернулся от пары тычек. Он инвокер был. Да, и они там перевернули эту драку. Но все равно тимвайп казалось, что... Тимвайп, и все равно вот после этого тимвайп, вот насколько в AUG была доминация, они после этого тимвайпа только чуть больше тысячи вели. Ну да, и в итоге, в этой древней, вот, да, момент. Шерендун нажимает БКБ, его из-за катаклизма, чисто урона это не спасает, и он под вышкой во фрост воле без БКБ. Ничего, то есть команда не может Т2 зайти, вот так далеко его спасти, он просто погибает. БКБ я очень зря поражал, на самом деле, в этом моменте просто супер зря. Да, и 125 секунд отдыхал, собственно, вот, там ломается Т3 с его стороны, он все еще в таверне 50 секунд. То есть они за 70 секунд добрались с одной стороны до другой, сломали вышку. С них не очень много тавер дэмэджа, не сверх много. Но, думаю, настолько долго уехал в таверну, что любой бы уже реализовал это дело. Ну, я думаю, сейчас будет этот хайлайт финальный, где неподвижно начинает файт, но вырывается в Леона, спектра нажимает, всех подсвечивает, и в итоге файт. Ну, лотус этот великолепный. Да, сейчас где-то будет, думаю, что в этой драке. Еще Дум, по-моему, побежит. И вот сейчас, смотри, джаггернаут нажимает, и лотус, оп, и в итоге Дум не нажимает. Ну все, на байбэков нет, они знают, что Дума точно его нет. Вот Алакрити, типа-то то самое. Ну, Серега, это первая возможность в игру, но неважно. Нет, когда он видел ее рядом с тобой, ну, это слишком много дамажа у спектра, типа, Эмпауэр и Алакрити. Так, на самом деле, Алакрити, то есть я даже... Спектра не дамажит, она вообще просто не дамажит. Я даже, когда видел седьмой экзор, этот векс, при там пятом экзорте, подумал, что на самом деле идея не самая плохая, потому что у тебя с Эмпауэром и Дезолейтом суммарно как раз, скажем так, и самое важное, что и есть в плане увеличения ДПСа. То есть если ты бьешь на тысячу раз в секунду, то нет смысла бить на тысячу сто. Проще ударить два раза в секунду. Ну, Инвокер не только Алакрити давал неплохие возможности команде. Катаклизмы отлично заходили. Нет, тут опять же, вот эта игра максимально хороша именно тем, как ОГЭ показывают какие-то определенные вещи. То есть у них есть понимание, что мы в рамках файта должны что-то сделать. Например, убить Doom, не дать закастовать его, например, в нашу спектру, там, в Инвокере, чего-то. И у них есть это опция сделать даже сквозь БКБ. То есть очень круто работает по фокусу. Врывается там какой-нибудь хекс, в дизейбл тут же станы, с катаклизмом, вот это все. И героя нужного по таргету по фокусу убивают. Ну, попытка 2. Опять Undying и опять Инвокер для ОГЭ. Ну, без Магнуса в этот раз, да. Теперь этой функции не будет. Думаешь, а, ну да, не могут. Я-то сижу, банно смотрю, думаю, что сейчас забанят, что ли, а потом слева же стоит. Вот у меня вопрос только по поводу этой бруды, которую суперранно закрывают ОГЭ для Вики. Смотри, если ты планируешь брать Инвокера в первой стадии, забань бруду, нормальная история. Здесь согласен. Здесь логично выглядит. Мы все точно знаем, что викинги играют хорошо. У них есть два исполнителя на бруде, у них есть исполнитель на мипаре. И в прошлой игре, как раз таки, драфт, забанили бруду, Лазбаном был мипарь. То есть все это дело пытаются на всякий случай из доты для себя временно убрать, потому что против этой команды. Они знают, что они с этим играют, они примерно понимают, как с ним бороться. Мне интересно не подкачаться. Ну, даже при наличии Элдер Титана они не отдают этого мипаря, но здесь рано появляется Инвокер. У них не было, вроде, закрывающего. Там Джаггернаут заехал 20, получается, сейчас какой-то четвертый, получается, последний пик. 21? Да, 22. Нет, сейчас 7 банов. А, по 7, да. 24, да, 24. 24, даже Джаггер. Он не сильно перевернул. Если бы заехал мипарь, наверное, было бы не так комфортно именно закрывающим. Когда у тебя 24, наверное, можно было бы, говоря, оставить, да, опять же, Элдера добрать, там, поиграться. Но вот в этой ситуации ты все равно играешь под дудку противника. То есть они взяли там мемнера, они взяли мипаря, они взяли бруду. Им комфортно, это по их плану, а тебе нужно с ним что-то делать. Поэтому очень многие команды предпочитают не играть против таких героев, если есть такая возможность. Поэтому они их и банят. Но вот то, что они от Джаггера пытаются избавиться, это довольно интересно, потому что этот герой не то чтобы сильно был забущен как-то в патче, какие-то айтемы, которые ему собираются, не то чтобы были бы сильно забущены. Джаггер всегда хорошо смотрится, это раз. Во-вторых, Джаггер под того же самого Магнуса. Нет, все понятно, просто опять же, это все было и в прошлом патче, героя сильно не забустили, и он не выиграл вообще ничего. Сейчас тоже была карта, у него все было, хорошая линия, Top End Enders тоже не выиграл. Очень хороший герой под Магнус. Сейчас все вот три персонажа, мне кажется, во второй стадии, они будут убираться под Магнус. Тогда лучше выбрать антимага, лучше выбрать ПЛ. Антимаг, антифантом-ассассасин, ПЛ, Джаггернаут. Мы смотрим на всех героев, перечисленных нами с тобой, мы можем вспомнить еще Сларка, Вайда, даже Урсевича. Все добавили какой-то мобильный мувспел. То есть что-то, что позволяет как-то в драке маневрировать, нападать на нужную цель. У Джаггера у него еще ничего нет. Время форстафа. Ну, видимо, да. Единственное, что ему сделали, добавили, что ты мантой, его ультимейт теперь не дожишь. То есть у него брейк-тайм, когда он перестает вертеться, чуть больше. Но при этом убирает веника, то есть Прокоров помнят, и еще один бан на какую-то условную фантомку-то он есть, но чем сейчас веник хорош? Я что в патчах пропустил? Да вот в том-то и дело, что вроде не особо его сильно как-то поправили, но видимо команды между собой как-то поиграли, поняли, что много где кого закрывают, опять же, собирают слоты, которые сильно бустят команды, знаешь, как вот там Андерлор, допустим. В целом он просто сильный, и еще можешь себе позволить там Дарксир такой же, собрать Секирасу, там Мекку, Кримсон, вот это все. Веник такой же сейчас тут бегал. И, возможно, мне очень нравится вот такого героя играть. Опять же, Замейки сильно руинят позиционку, где-то даггер там можете случайно плевок сбить. Ну и Вижена чуть-чуть можно добавить себе в драке. Ну в этом плане какой-то бестмастер более опасный. И он не в бане. Так, Аксевича убирают. Все-таки Кор или не Кор сейчас будет забанен, да, действительно, к этим новым драфтам нужно еще подпривыкнуть. Просто я когда вижу Ничу, и опять же, вот после паблика, то сразу думаю, ну сейчас бойник будет слева, поэтому я не удивлюсь, он очень сильно бустит от съеденных крипов, что Чена, что Ничи. Бойник неплохо здесь пока что. Опять же, против этих героев, которые... Я вообще слабо представляю героев, против которых сейчас бойник плох. Очень дешево арчит, максимально быстро его собираешь, бегаешь, ты молодец сразу. На меди против Фенвокера. Комфортная линия. И потом, то есть, опять же, с учетом того, какой сейчас деспакт, учитывая, что у тебя всегда будет крип в драке, просто собираешь дизейв. Какого-нибудь там дизоль, если тебе очень надо, если не надо, просто сразу там, условный хекс. Все. Ты победитель. Ну, еще, если побаловаться хочешь, и Burning Army делаешь потом с Агонима. Ну, это у тебя и так одна копия там заезжает с этого, с винволок, с таланта. Это VR для саксы, насколько я понимаю. Да, он на ней очень давно играет уже. И не только в составе OG. Ну и хорошо, почему нет? Интересно будет, как он себя будет здесь реализовывать. Дизейбл какой-то нужен, опять же. У Глокера их довольно много. Нет, у Викингов дизейбл нет хорошего. Время нового сикера. Посмотреть, как оно будет работать. Вот он дизейбл, лица Клокверка опять. Ну, вот и будет та же проблема, что даже в драках, где вот идет какой-то условный размен, то есть у игре поменялись там 2-2 с Викингами. 3-3 поменялись. И вот оставшиеся 2-3 героя никогда не могли ничего сломать пойти. И у тебя вот что не фахалай там, Т2 вышка стоит, Т2 вышка стоит, Т2 вышка стоит. Все три стоят. Это плохо. Здесь то же самое. Три героя, но они небольшие фанаты ломать вышки. А тут вот этот вот молодой человек. Этот мальчик очень хороший, он на самом деле очень злой. И его поменяли, да. Его там ультимейт немножечко по-другому сделали. Его апнули. Ну, прям не то, что серьезно, но апнули варкрай, по крайней мере. То, что теперь тиммейтам дают. Все, весь этот баф, и это очень круто. Это же был момент как раз, когда вы играли с OpenAE, и там вот OpenAE показывали свои приоритеты по драфту, то, что они предпочитают брать в какую-то ситуацию. И там вот, как раз, Свен, потому что Аура по всем все фармит. Это Свен, это гирокоптер. Все по всем. И Свен там очень круто работал с старым варкрайем. И действительно, антимаг доезжает под Магнуса, вот тот самый первый герой, который типа всех убьет, и 4-1 играем. Ну, Свен его режет. Прямо режет его в салат. Тимак ему ничего не... Главное Аганим не делать и не фридит от него. Тут любой среагирует контр-спейлом. Не, ну все равно, Свен с Аганимом, он смотрится. Аганим нужно собирать каким-то третьим и четвертым артефактом, потому что он собирает себе за стартовые артефакты, да, на разгон. Я же там маска в Мэднес, а потом ты в Аганим выходишь. Ну, неплохая идея. По драке очень круто. Это тот самый мувспейл, которого ему не хватало, которого не было у Джаггера, которому Свен тоже отсутствовал, а теперь есть. Ну, сколько я Свен его смотрел в том же самом американском дивизионе, Аганим появляется. Ну, появляется не сразу, не первым артефактом, потому что это тупость, а третьим, четвертым прям отлично заходит. Просто непонятно, как его вот в эти слоты вытащить, просто даже с этой спектурой с прошлой игры вообще начали с барабанов играть. Мидван? Здесь очень будет пассивная как бы игра. Если смотреть на героев слева, да, все хотят фармить, что-то там делать, поэтому у Свена, в принципе, проблем не будет. Сделать какие-то определенные стаки, и викингам нужно будет очень много ресурсов тратить, чтобы, опять же, в леса забегать, пытаться там эти тоже стаки забирать. Да, есть импауэр и так далее. Для них просто без шансов. То есть, смотри, ОГС закрывающий, и ты будешь играть, очевидно, на антимага. То есть, это не Миракл, скорее всего, он не будет там вписываться с первой митой драку, а 4 плюс 1, у тебя Магнус будет бафать всю игру и ничего, и клакверка. Это вообще не то, что у тебя выигрывает игру. Ну, сейчас вот может появиться некто на кого будет бафать, он будет давать импакт. Я очень слабо представил героя, который будет стакаться и убивать всех с клакверком, и ничего, и Магнусом. Типа Эмбер Спирит. Это очень странные связки героев, получается. Вот 4 героя справа. Вот условно посчитаем свой на третьей позиции. Еще корпорция, на которую нужно будет играть. Тот же антимаг справа. Но они могут. То есть у них у каждого героя крутые обилки, там есть тавер дэмэдж, с Рошаном можно подраться, кого-то там стеркнуть, убить. Тут клакверк, надеяться на РП, и чтобы антимаг потом всех по темпуа урубивал. Потому что два героя слабоватых на субпорт роли. И появляется Лина, вроде как будет урон. Типа этот берст. Но вот опять же, мой предикт заранее, что будет момент, где просто условный там инвокер с инвиза, дверка с даггера, с венцем, кто-то ворвется в Лину, ее просто убьют. В какой-то момент времени. Игра на этом закончится. На 22-й, на 25-й вот не очень рано, не очень поздно. Но это магнус 3, Алина Мид, да? Да, да, да. Блок-блок-4, НЧА-5, антимаг формила. И любой герой направо, вот давай подумаем. Наверное, для Сева по-хорошему не хватает героя. Дандерлор тот же. Дандерлор, кстати, хорошо. Ну, он писал, да, что хотел тоже попробовать посмотреть на него после вот этого ласт апдейта. Ну, можно здесь какого-то... Я бы вообще... Я бы взял на эти сталкера. Без мастер. Сталкер вообще, он закрывает всех вот таких героев, как Ланцер, Нага Сирена, антимаг, все герои с иллюзиями, он их закрывает. Он просто, если у него появляются артефакты, если появляется Аганим и появляется, соответственно, Даггер, ты просто прыгаешь и Сайллс его ешь, там держишь, и тебе нужен Блокенбар собираешь, и в рамках давления на линии, Серег, если ты, например, без мастера, там типа инчат, ты без кабанов должен будешь играть, антимаг получается полу-фри, это не очень комфортно. Нет, нет, я говорю, сталкер хорош, потому что еще Магнус на тебя прыгнуть не может, когда ты фокусишь кора. Он на тебя пытается напрыгнуть, и попадает Сайллсом, опять же, нужно БКБшка, это все очень долго. Сталкер? Ну и он сильно наказывает, опять же, это главный момент. Опять же, Фурион, если не в бане, можно его взять, я думаю, не самый плохой вариант. повыиграть время, если в душе. У тебя Фурион, точнее, ВРК, ты приходишь, у тебя опять же, крутая комбинация. Дизейбл нужен какой-то, потому что очень мало таких неплохих дизейбл. Да, эти Шеклы и так далее, все такое, потому что оно может не залететь вообще. Нет быстрого стана, вот как я в прошлой игре, здесь вот такой же в антимага бы хотелось. Знаете, Сталкер? Давай, Серег, мы с тобой прямо. Прочитаны, абсолютно. Вообще молодцы. Ну, я так понимаю, OG вам обоим гораздо больше нравится. Драфт закрыт полностью слева, то есть тебе нужно для Шада выиграть, ну, минут 40. А ты в лучшем случае выиграешь 15-20, лучше. А у тебя ночь будет постоянно. Ночь начинается на пятый, да. Да, ночь уже близко. Ну что ж, здесь однозначно за OG, по мнению наших аналитиков, слово за париматч, кого считают они фаворитами в этой серии. 1.17 на OG и 4.7 на VikingGG, коэффициент матч-winner от наших партнеров. Передаем слово комментаторам. Игру прокомментирует Эритейл и Лост. Ну что, тут у нас появляется вроде как хорошая связочка антимаг плюс Магнус. Иногда это работает? И на этом все. На этом весь пик заканчивается. Понятное дело, что антимаг был бы рад пофармить, почилить, как это обычно в пабе, ребят, до 25 минуты вы можете меня не звать, но у OG настолько адкрессивный пик, что там с большой вероятностью они 1015 наберут минутик 30. Я часто слышала про то, насколько хороший Свен в этом патче, ни разу не видела его воочи, к сожалению, как-то не удавалось, но говорят, что он хорош. Он очень хорош, он летает, как Супермен. Я уже видела, насколько хорош Финайд Сталкер. Я на себе прочувствовал в пабе, как на тебя налетает Свен, дает тебе двойную тычку, и ты умираешь, если ты четверка. Поэтому Свен крутой, Свен однозначно хороший персонаж, которого нужно пикать почаще и почаще собирать аганим, потому что он супермобильный, поэтому здесь все на стороне УДЖ. Но, если они фиданут, мы представим ситуацию, гипотетический антимаг выформит 5 слотов на этой стороне, то, естественно, антимаг убьет и Свена, и Инвокера, и Най Сталкера. Но в это мы, конечно же, не верим. Но на самом деле, если... Ну, нет, я во всех беру. Дарья Васильевна, я прощаюсь, да? И в Дедов Морозов, и в Новый год. Дедов Морозов вообще обожаю. Так вот, не в этом дело. Просто у нас есть Магнус, который бустит фарм-антимагу поверх его Battle Fury, которым будет собирать. Нет, нет, нет. Фарм бустит, если ты имеешь возможность зайти в свой лес. А если там Сеп, на Най Сталкере, и Инвокер в Инвизе, то велика вероятность, что он в свой лес не зайдет. Если линию развалит, тогда он засноуболит антимага свою против Сепа. Антимаг развалит свою линию. Да, антимаг развалит свою линию против Сепа. Время отличных историй. На самом деле, там я видела Инчу, да, я что-то не очень обратил внимание, что по линиям, но мы уже обсуждали с Ярославом и нас Кузнецовым о том, что все, кто играет на Инче, кроме Пупея, это минус-герой. Не, ну, тогда, в те времена мы еще обсуждали, что Селерия это сын Пупея, и в принципе он подает хорошие надежды, да. Ты, видимо, забыла. Сын Пупея. Да, что это сын Пупея, или его там. А я дочь Пупея, и я говорю, что это не работает. Может быть, может быть, да. Ну, в общем, здесь пока у нас история довольно интересная складываться с этой линией, не сказать, что прямо унижать, она как-то рождена, вот эта вот связка из антимага. Рожденный унижать. Ну, скорее унижаться тогда уж. Потому что тут хотелось бы, наверное, триплу стянуть, а в соло оставить Магнуса, это непомерная роскошь. Ну, вообще, УДЖи, они вроде как понимают, что Инчеллу лучше просто забанить кемп, с которого она может быть крипов, и если они это сделают, то no problem для УДЖи. ВРка хорошо хитуется почти с любым саппортом. Да, Сакс у нас решил сесть на ВРку, тоже периодически стали ее показывать на саппорте в последнее время почаще, нежели чем это было раньше. Ни один Вихан на свете начал играть на этой ВРке. И это радует тоже, конечно же. Ну, и ВРка плюс Сепа вот на этом персонаже, на Насталкере, они вдвоем могут... Да, ВРка плюс Сеп. Они могут развалить с гораздо большим потенциалом, то есть та же самая Чадо, шестого левела, как раз таки минутки на пятый, когда ночь начнется, она может умирать и Фидонис начать вот эту Насталкере. А это на самом деле неприятно. А, Тоби на кукверке. Ну, Тоби решил... Говорит, иди сюда, Нутейл. Отобрался на свою позицию. Сейчас батарейка закончится, нужно отходить. Он просто пытается максимум дэмэджа нападать. Да, закончилась батарейка, отошел, молодец. Так, Магнус у нас будет медовый, в этот раз стоять против, опять же, инвокера. Ну, в целом, здесь проблем каких-то особенных возник, таки должно. Ну, довольно жирный. Суперкомфортный матчап для Тобсона. Стоишь, Магнус пушит линию с импауэром, если что, добиваешь подвышечкой, помогаешь в других линиях, в общем. Ну, Магнус и рад запушить, ему хочется и в лесу отойти. Ну, для инвокера есть максимально благоприятно то, что существует такое мнение, что инвокера было бы круто поддушить, например, какой-нибудь линии она там приходит максимально комфортно. Пока, да, пока видим, крипчики добиваются и все хорошо. Медван тоже пока фармить может. Линия у него в этот раз не супер противная. Просто, ой, ну, Тейлфид, да нет, нет, не Фиданул. Почти. Почти, было близко. Себастьян тоже тут получает пока что по голове. Я так понимаю, что Сибири вкачал на первом левеле себе импетус. Мне или нет, он анчан. Он себе просто погиб на родном месте, не знаю, стоит у него 15% хп. Фору дает. Он дает фор, да. В общем, на этой линии сейчас Сакси сделал все правильно. Он подошел на большой кэмп, заблокировал его. И по-хорошему ему нужно блокировать этот кэмп нон-стопом. То есть, вторая, третья, четвертая и даже пятая минута этот кэмп надо блокировать по КД, чтобы Энчантрас не смогла дать хорошего крипа. Ну, и сейчас видим то, что подблочил антимаг немного в Эрку, который я оставил в последний хит сделать по Энчем и не дал ее убить. Сейчас Арамис тоже немного получил сверху. Медван хочет все-таки подраться, но он так не догонит. Его блокируют, собственно, его блокируют, но в сторону догоняют. Хороший, хороший. И батарейка. Качественно, качественно пошло сейчас контент. Арамис еще хочет, я так понимаю, Драгонслейва выдать. Еще станчик будет, смотри. Опа. Опа. А Анатейл-то, кажется, Феданет. Анатейл-то, да. Получается, да. Хотел по двоим дать. Не получилось, что-то не фортануло, не побывали. Ну что, так здесь у нас видим фраг сделался, но много времени было потрачено на пятерку, Медван, в принципе, все равно оказалось на этот момент, но два фрага отданы командой Олджи и сейчас на линиях в целом видим то, что фармит немного крипов получше шат, нежели чем Медван. 10-0 против 6-2. Стата. Тут у Лины с Клокверком ситуация напоминает вот в прошлой игре, когда они стали Клокверком на мансере, им нужно тоже по КД нести Манна Регена, без маны, вот представим, что у Кокверка нет маны, то, естественно, Свин и Андайинг их перебьют. Но если будет очередная мана на батареечку, на станчик, на Драгонслейх, то там, естественно, для Свина без шансов. Так, ну, Свин тут посмотрим, как будет себя еще в дальнейшем вести, потому что пока, да, много чего на этой линии, что его катит, поэтому он в ближайшее время будет мало способен в драке так хорошо подраться, ну и еще тем более свой блочит, так что тут вообще шансов не остается. Вот, так чтобы не смотреть на то, что будет, когда уже дело достигнет мидгейма и, скорее всего, когда появится БКБ, потому что появление БКБ вот так и будут каять этим подряд. А тут есть момент с Иганимой, что некоторые Свин даже иногда предпочитают. Да. Но когда Аганим только появился, и Свер последний раз был в Мете, наверное, так и было. Тогда предпочитали Аганимой. Он поторопился, если бы он напал с батарейкой 3-го лева, а там буквально не хватало одного крипа, чтобы взять 3-й, то Свином бы он убил, но рановато он напал. Там буст батарейки между первым и вторым левелом он, ну, огромнейший, там, больше, чем в два раза, больше, чем в два раза дамеджи появляются у Клокерка. Вот. А по поводу Свином, очень многие вместо Блокинг Бара сейчас предпочитают собрать Аганим, потому что, понятное дело, что тебя там могут убить магическим уроном, но я вот смотрю на пик викингов, понимаю, что против Магнуса БКБ не особо поможет. Линой четверкой можно убить на Асталкером. И получается, если единственный магический урон, который это имеется, такой хороший, это батарейка Клокерка. Все. На этом магический урон заканчивается. Если всегда рассчитывать, ой, Наталья, у меня силушка отвалилась немного, если рассчитывать на то, что ты всегда будешь летать под Найсталкера, который уже загоставал свой Сайленс и уже висит с этим Сайленсом твоей целью, тогда да, то есть уже... Я бы и рассчитывал, у него Найсталкер в пике, а что Найсталкер будет в пике его делать сзади, стоит, нет, конечно, он обязан идти вперед и принимать. У меня в такие моменты говорили, что никто никому ничего не должен. Да, ему надо, давай так, ему нужно идти вперед, принимать на себя весь фокус и желательно нивелировать присутствие Лины своим Сайленсом в идеале. Ну, еще бы ему в идеале на линии нормально стоять, а не умирать на равном месте и не отдавать ФБ викингам, но, как мы видим, пока Сепа, он все-таки старичок, уже сколько ему там, 67 или 89. Ну, в любом случае, молодежь его дают на линии, но с этим ничего не поделаешь. Возраст рано или поздно берет своя. Ну, Сын Пупея показывает его неплохо, я смотрю. Сын Пупея пока не знает именно этих хорошего грипа, потому что уже, видимо, трижды бодиблокнула ВРК Большой Кэмп. И вот сейчас очень важный момент, когда будет пятая минута, нужно Найсталкеру бодиблокать Большой Кэмп. Да, вот мы видим, что заблочили еще и второй Кэмп. Один навсегда был заблочен. Смотри, 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 слева нужно Найсталкеру бодиблокнуть, но он почему-то не идет туда, а ВРК собрать руны. Ну, видимо, не смогли, да, не смогли. Ну и ладно, Нича получит первого хорошего грипа. Сейчас посмотрим, что там выпадет еще. Может, такое. Должен выпасть хороший грипа. Да, нормально, вообще хорошо. Да, потому что это надо бодиблокать на пятой минуте. Обычно на пятой минуте в идеале вот же пропушит линию, четверочка ее забирает баунтосик, который ближний к ней. Дальний баунтосик забирает не четверочка, его забирает вообще мидер, и тогда Энчантрос как бы ничего не может сделать. А вот скрипчиком много чего можно сделать. Сейчас с Лебашем он будет очень плохо на самом деле. У него вечно нету маны, потому что Шат ее выбивает по КТ, и из-за этого нету лица, потому что с маной хорошо так и лицо горит. Но сейчас вот конкретно подседку может лишней. Ну, Силерия как-то ждет, вот он сидит, чего он ждет, он стоит скрипом. Убей бы не ждал, да. Можно просто бить, да, по лицу. Не обязательно убивать Найсталкера, можно просто выйти, дать ему пару ударов, дать сеточку, прогнать с линии, и все. Тем более, что скастовал этих вот скелетиков, и хотелось бы, чтобы они работали. Добавил пулу, тычку и павершут. Или даже без павершута. Нет, без павершута. Он и так. Пошел, пошел, пошел. Просто раз тоже Сакс очень хорошо потел с этими отводами, все отвелось, все хорошо. И это опять обуз, это опять ондайинг, мне уже начинает, когда Шандайнинга нужно банить, или сторону дайр нужно банить, потому что сейчас ставят там быстро, и Свен все это зафармил. Да, так что как бы там плохо Свен не пофармил на линии, кстати, в этот раз у него снова очень не пошло по сравнению с противником. Ну да, да, это линия. Клокверк Лина, это уважаемая линия, это одна из лучших четверок для давления. Ну, Лина где-то до десятой минуты прям подушивает почти любого. И Клокверк, это убийца на третьем левеле, особенно против двух миличников. Ну и в целом видим то, что по фарму у нас пока выделяется только один инвокер, все остальные чувствуют себя из рук он плохо, Night Stalker в том числе. Вот ночью сейчас уже как полторы минуты идет, а что он может сделать? Лина, что, кстати? Лине нужно вернуться, Клокверку нужно принести Фласку, и они обязаны убить Свена. Ну там Крепы еще рядом, у нас Така, да. Топсон кайфует. Кстати, Топсон слишком... Кайфует. Кайфует, да, у него 3000, у Магнуса 2300, слишком большая разница. И Вард еще забрал Лоу, хорош, курочка подсветил. Вард забрал, деньги получил, и Топсон в целом чувствует себя прекрасно на этой линии, никто гангать его не ходил, линия не отрывается в принципе от МИДа. Сакс пришел сюда, что-то он хочет, но чего бы он там не хотел, это какие-то его грязные мысли останутся просто мыслями. Но Тейл пока закрывает его Когами и все забирает через минуту. Ну, да, все, можно уходить. Сверху стоять вообще бессмысленно, что одному, что второму, туда как вариант перетянуться в ручки, которые просто постоят на XP, потому что ганги от VR, ну, пока они такие себе, там если есть кэллшот, то он процентов 90, что первого левла, это не самая большая релительность по дизейблу, поэтому в идеале кому-то забрать линию сверху, потому что вообще никого нет. Так, поставили еще за блочили один. Ну да, они шарят. Это для антимага как раз-таки проблем будет создавать, которые... Пока для магнуса, то есть пока вот эти компы фармит магнус, потом в будущем, возможно для антимага, но антимаг, естественно, где-то вот пока он может фармить на линии... Он будет фармить, да. Он будет фармить на линии. И он сейчас фармит, у него уже есть ПТ, у него потихонечку Battle Fury накрапывается, так что он тут будет свое получать. Шестой левел скоро будет у него тоже, это, в принципе, ничего не поменяет, но тем не менее. Ну, а Медван пошел фармить все, что для нее тут на стак, она была на троечке, тоже там была куча стаков, мы видели. Ну, а тут вот там, да, вот, кстати, как раз фарм бустит. Но у них и помало лица нет. Да, сейчас пойдет, домой сбегает, похилиться, вернет. Вот у него еще больше, чем половина Гатстренджа, хотелось бы еще один кем приобрать, но он хотелось бы. Опа, Тобсон. Пришел столь завозить, ну, посмотрим, завезет, не завезет, подстам попался, его избивают с ручки, там, но ты никак подконтролить не может, так что это все закончилось фиаском. Ну, перетянулись в Селере, я не знаю, насколько это сейчас работает. Ну, начались, по-моему, лишнее. Ну, разве что с Центриком, варт разбить на линию, таким стапом они вряд ли пропушат. Да, тут грипов рядом нету. Да, да и пушеры, они такие себе. То есть, мне кажется, они должны понимать, что, ну, Undying Sven, там, Undying Spectra, ну, по сути, одно и то же. Там, правда, в прошлой игре еще Магнус был сам Паваром. Ну, короче, уже после первой игры, понятно, чем у Джи будут заниматься весь турнир, пока ему вот эту фишку не подбаним, потому что вот Клокверк он сейчас бегает за Undying и убивает тамбу, и выщеку, в принципе, подпушат, но Sven слишком много выносит, вот, учитывая, что он проседает вот с этих стаков. То есть, в идеале, вообще, Магнусу сюда прийти с Сэм Паваром, прийти к какому-нибудь Клокверку в линии Чантрас и прогнать его. Может быть, даже стаки забрать. Но вот пока они с той командой акцентируют свое внимание на Нотелли, и тут прям вот идеально, сказать, Space Creed, потому что Sven зарабатывает раза в три больше, чем вот Рейдент и зарабатывает, убивая Нотелла. Да, там Sven уже начал догонять разность 500 золота Курьер Курьер Курьер. Ох, подрезал, хорошо. Убийца. И дальше Тобсону нужно как-то уходить, сматывать удочку, даже если вся команда противника. Пойца. Да, он на Инвиз. Или нет? Ой, РП на него потратили. Станчик сверху будет, Инвиз успеет ли скастовать, должен успевать, мне кажется. Но тут уже и про Светочка подъехала, нет. Все-таки Инвиз контрит. И Рунку не забрал. Он улетит. Ты издеваешься, Тобсон? Он не издевается. Это не Тобсон, это Готсон. Все, вот он появился. Но это, конечно, сверхразумно было. РП на него потратили, время на него потратили, троих на себя спинул. Двух Курьеров убил. Ну, в общем, в общем, Мидван кайфует. Да. Пока Тобсон заливает соль. Мидван там начали выкачивать леса. Может, развороте какой-нибудь подстанчик родноподдаст. Вендрану. Вендран, да. Ну, это хорошо, что, кстати, он ждет, пока на него ничем не скастуют и не жмет этот Вендран. Да. Снять могут. 1,95 на УЖ и 1,8 на Викинг-Джи-Джи. Мне кажется, здесь унтимаг. Поверили. Да. Не, вообще, я согласен, да, если в прошлой игре была такая ситуация, что если игра-то заходит там за 40 минуты Нетверси равны, то все, можно как бы вырубать, скажем так, можно сдаваться, потому что спектра там просто закликала всех в бы и Джиггернаут, естественно, ей ничего не сделает. Но здесь ситуация противоположная. Здесь, если УЖ не додавит, представим, секунду, УЖ не додавит. Хотя они уже начинают давить, но представим, что они не додавят. Опа, убили Нутейла. И Саксо, Саксо больно, Саксо, Саксо нужно убегать, Тоби промахивается к шотам, Нараминска клеп-люмины, дерутся подушку против Себы. Себы надо просто пойти и добить, но дети, ао, хорошо попадает все-таки Тобсон со своего санстрайка и сам забирает фраг. Манус. Да, но все равно Вишен догоняет хорошо, но тут подфил есть, подфил от Меча Тенденса. В общем, УЖ могут не додавить, и вот тогда антимаг объяснит Слену, что даже если Слен будет 6 лотов, Эбисол все равно решит любой вопрос. Ну и что? Просто не упустят Слену из баши, поэтому пока более-менее, пока более-менее. Викинги могут. Здесь ситуация намного лучше, чем в прошлой карте. Так, что у викингов есть? У них есть антимаг, который фармит АФК, его никто не трогает, он никого не трогает, его это устраивает в первую очередь. Рядом у него есть Магнус, который подходит и дает ему импауэр. Ты посмотри, какие варды классные. Он же блокирует. А, они найти его не могут. Он же блокирует, по-моему, да? И вард, который слева поставили, опс, он тоже блокирует. Они просто забанили весь лес. Да, ой, хорошо. Минус 2 компа, которые можно помнить. грязные игры. Там, мне кажется, еще вот опсер здесь вот стоял, вот он тоже блокирует, да, вот они давно его поставили. Неуловимый Топсон. Так, Топсон, он просто на максимальных виксах бегает безумно быстро, не могут люди догнать и подцепить его трудно, но попадает Тоби, отлично, сейчас еще подстанчик нужен под это дело, и он отбивается, чем может. Снова РП потратили на него, но в этот раз уже убьют. В общем, я бы сказал, что вот эти варды, это, конечно, здорово, то, что они их ставят, но, черт возьми, они их показывают, то есть, не знаю, будь я на месте ОДжи, там, я бы не ставил такие варды против викингов, потому что, ну, они, конечно же, могут викингам проиграть, но вообще, вот такие варды лучше ставить против Сигра, потому что Пупей, знаешь, уже посматривает, там, не знаю, или Flight to Moon, или кто-то еще, все просто посмотрят, куда они сейчас эти варды ставят, и потом просто разобьют. Так, ну что, Нотейл, сейчас Кебастья, Нотейл забирает. Там будет, там будет денежки, хорошо, короче, Тебя читают. Ну, не то, чтобы его читать, здесь Нотейл, он как-то вот пока что на позиции Space Creator. читают и его Нотейл, они же там обычно главные колеры в команде. Медван пошел, кстати? Медван пошел, у него момчик есть, он может подраться, здесь и без него разберутся. Вот, надо ТП делать, ТП есть? Да, а он не успеет, не успеет, уже полетели станчики, Медван под момчиком начинает рассказывать. Он объяснил, как неплохо, и смотри, он так объясняет, что уже по Нетверсу сравнялся и даже обогнал антимаку. Конечно, там очень много стаков было, очень много. И теперь Слен будет фармить еще быстрее, у него масочка и скоро будет сабли, естественно, антимаку он очень скоро начнет нормально фармить, но у Джи уже врывается прямо под вышки и рано или поздно у викингов закончатся ресурсы, чтобы стопать сюда на агрессию. Антимаку нужно три слота, Манта, БФ и Абиссон. Пока игра идет так, Если не еще будет возможность Абиссон собрать сразу же. Да, да, да. Вот пока игра идет по такому сценарию, что он успевает нафармить только БФ и у Джи уже забегает по Т2. А он уже начинает агрессивничать и благодаря Тобсону, который хорошо так вылез в линии богатым, он это может делать, но сейчас Тобсон уже свою доминацию немного охладил, он много времени тратил на прихода от базы до обратно, один раз умер, там штурмовая гарпия начинает подушивать тоже. Я ведь на Тейл, но Тейл забирается очень далеко, его тут должны будут убивать Ли, да, там есть даже хукшот, который на него был потрачен, но в это время Мидван просто забирает вышку, привязали помимо этого еще и Тоби, будут Тоби избивать, Тоби погибает и размен, наверное, тут может пойти даже еще и на Мидвана, и Мидван очень плохо себя чувствует, там еще это РП, треклятое действует, О, РП ни в кого, ну или в Прах Свена. В Прах Свена. Ну там в Прах Свена скорее был ультимейт от антиманга. Нет, он как раз антимагом, по-моему, антимаг убил Свена, а вот Мангус дал РП в Прах Свена, но в общем, в любом случае, молодцы, отбились, Свен, конечно же, немножечко подставился, вообще я бы на месте уже все-таки дрался бы ночью, нежели днем, потому что днем Найсталкер без вещей, ну совсем уж бесполезный, он просто бегает, его все игнорируют, поэтому лучше ночью, лучше всю активность проводить конкретно ночью. Ну что теперь у нас? Пока ночь идет, антимаг может быть в опасности. Мафия проснулась, и мне кажется, уже сейчас могут собраться с мыслями дождаться, возможно, ГДС, и после этого пойти. РП, можно без... Да, вот РП, в отсутствие РП, это тоже очень сильно бурно, а вот Нотел сильный дебуст пока. Да, Нотел прям перефишивает. То есть, из-за тампу, да, из-за тампу дают много денежек, и из-за него дают тоже немало, в общем. Да и тратит, на самом деле, не очень много, поэтому надо завязывать. Одна тысяча голды, но викинги держатся. Ну вот мне кажется, за счет Нотел и держатся, он постоянно так фидит тамбой, что денег немало. Но они еще команды, то есть вот Свен пошел первым, естественно, Свену желательно входить после андаинга и на сталкера, нужно, конечно же, на и сталкеру и андаингу принять на себя все сплы. Все подорватывают. Да, может быть даже умереть, а вот Свену входить чуть попозже, там, допустим, после РП, после хукшота Клокверка он будет раздавать. Так, ну и что теперь у нас можно здесь сделать? Антимага пока там фармит манту, здесь будет дособираться у инвокера его скиптер. Ну, скорее всего, как в прошлый раз будет делать скиптер, после этого актарин, то есть вот по той же самой схеме. Нет смысла, в принципе, ее менять. Я БКБ собрал после аганима, потому что конкретно против антимага манавоид может взорвать инвокера. А вот с БКБ ты надежно знаешь, что тебя никто не взорвет, пока БКБ работает. Ну, поэтому на месте Свена я бы тоже здесь все-таки подумала бы о БКБ. Так, подожди-ка, тут у нас пока что нападение на Арамису уж точно должны будут здесь покушаться. Минус Лина, она только что выбрала? С базы, если что? Ее Себастьян уже убивал. Ну, а пока видим то, что дальше в драку лезть уже просто опасно, там по Т2 вышку идти, это немного так себе. Там РП еще откатилась. Ну, вот слушай, вот я всегда хвалю Лину первые 10 минут, но после 10 минут вот начинается уже эта стадия, где она превращается в булочку. Так, Себ. То есть у нее эскейпа нет, одна из сталкера она не убежит, ему она тоже особо ничего не сделает и конкретно линия здесь у него стоит наверное за полтора экрана от Найсталкера, иначе она, она как-то свитхани, как булочка по-английски, не помню, что нет. В общем, она, она сладкая булочка для Найсталкера. Вы из Англии? Блин, забыл. Хорошая просто, да, хорошее выражение. Так, что у нас? Тоби хочется фармить лотус. Тоби? Ну, более-менее. Тоби сейчас останется без маны. Думай, ворван. Ой, Андаинг снова поставил. Их, что, троих? Давай, давай, давай. Тоби-тоби. А, у них нету, ультимэт нет, лон. Есть. Нормально. Суперек, закрылся. Суперек, хорошо. И вот теперь Эльфина со стороны должна наваливать. Видим, то, что начинает разбивать лицо Мидвана, Мидван, почти что погиб. Мистерп еще сверху, все-таки его забирают. Дальше будет Саксу умирать, его отводят на хай-граунд и здесь ему никак не выбраться. Там еще и Курьер подводит, Курьера тоже забирают, ясное дело. Ну, лучшие, молодцы. В общем, во-первых, ну, Андаинг снова поставился, как он там погиб, вообще не было видно, по-моему, даже там Буни поставил. Во-вторых, Слен, вот он идет первым и без Бакинг-бара. Я думаю, даже с Бакинг-баром будет тяжело, но в любом случае первым идти Слену нежелательно, потому что он подставляется, ловит себе вообще все и у него проблемы. Ашат сейчас просто задолжил все с пылой от инвокера и поэтому бегом. Да, скоро манта будет у нас сталкера. Лучшие анимации, они борются, хорошо. Теперь надо немного спейса выигрывать, видим то, что с вардами вы вроде как разобрались, все, что там они не перебили, она уже упала, поэтому больше пространства для этих бага с точки зрения фарм. Не ночью их месяц, это вот что неприятно для УДЖИ, их реально месяц ночью. То есть они подходят ночью, забирают вышку, Слен находится еще далековато, астренджу не нет, забрать вышку уйти, забрать вышку уйти. В астренджу у них все равно нет, так что если ее как-то здесь было бы опасно. Он издевается вард на лице у Слен оставит, так что его разобьют через сколько-то времени. Мне кажется, они, да, разбили. Ну да, блин, ну легчайшие 175. А не знаешь, друг другу одолжение делают. Низкий поклон таким с аппартом, да, который прям на лице у людей ставят варды и убегает. В прошлый раз там курьеров подвозили в ПКД для лужи, чтобы они забирали. Вот сейчас уже ответочка пошла. Видит антимага, ночь все еще есть, антимаг. Антимага. Молодец. Он молодец. Он почти спалил. Шад хорош, он понял, куда прыгать. Да, хороший антимаг, тот, который умеет ливать из таких ситуаций. Видим то, что здесь он тоже спокойно фармит, а пока практически он не ввязывается в дела своей команды, он бьет крипов и делает это качественно. А со стороны Магнуса пока мы видим уже пока бэшка появилась. И вот же недовольны таким расстрядом. Естественно, нужно кого-то убить, потому что Насталкер, подрубил ночь и Магнус, блин, слушай. Магнус уходит и как они гоняют ОДЖИ туда-обратно. Не гоняя тут же по карте, это не... А что по тамбе? Такое не всегда происходит. И уже реально бегают по карте. Вот интересно, Свин, что там агоним или БКБ? Мне кажется, что все не БКБ, но он много не нужен. Мне кажется, что потом соберет оба. Но Тейл снова его нашли, снова его убили. Молодцы. Ночь закончилась, у Антимага есть время. Мальчик для битья просто какой-то покажет на этом отеле. Сколько у него смертей уже? 6, 7, 9. Понял. Ставки приняты, ставок больше нет. Слишком много умирает, и тут нужна какая-то помощь от команды, но команда сейчас будет плохо себя чувствовать, потому что у них Рошана отбирает. Ну да. И Свинчан, расприятно Рошанчика бить. Крепчика на Реген взял, допустим, Сатира, и он Регенит. Да, здесь уже на самом деле с такой скоростью с Грепчика на Рошанчика. У Джоу не пойдут, им вообще плевать. Ночь есть, ночь нет, они пойдут. Так, пока что Стан один отлины за Доджили, Саксо может дать хорошую привязку, если повезет. Мужчину, давай вперед, как танк, как воин. Себастьян хочет это делать, только когда еще с Машиной сзади. Себастьян сзади стоит такой в нем, мужики. Там далеко как-то еще Медван, оказывается. есть РПФ, Соло, Топсона, Топсона получится или забрать по-быстрому. Должно получиться, но пока что уходит в инвес, но здесь оказывается центре, и все равно не получается за то, что все ворвался, салин сдал, никто не может его добить. И дальше уже выкупается Тоби, чтобы вернуться обратно в драку, но убивают уже Елину. Там вас стоит и еле живой Рошан. Как раз самое время его подбить. Мягче Рошан для ОДЖИ. Спасибо викингам. О, так, попытались украсть, не получилось это сделать. Увезли, правда подальше куда-то сияг Бастиана, но он там будет жить точность, Медуан тоже. И он не просто жил, а даже еще и убил. Ну, короче, викинги зуринили, да. То есть они таким пиком решили еще и Рошанчика по-быстрому забрать. Мы видим, что паримач уже поверил в победу викингам. Рано, да, рано. Поставили на них коэффициент повыше, но сейчас викинги дали подарок. То есть им не обязательно идти на Рошана. Они могут и дальше продолжать гонять ОДЖИ по карте, то есть приходить на Рошана, когда ОДЖИ будут бить его и тратить все имеющиеся ресурсы. И тут видно, что, короче, пережадничали викинги. Ну, колям на Рошан получился, да. Да, при этом еще там был такой момент, что Магнус дал РП в инвокер, он его подвез, Лина промахнула станом, видимо, она не поняла, куда Магнус его привезет, и из-за этого инвокер вышел из Тана и дал все косты. Короче, грубая ошибка. Грубейшая от викингов. И Рошан, и Денюшек, на ЕГИС, в общем. Там что-то было 1-7-2 на викингов и 2-0-5 на ОДЖИ. Что-то самая высокая, кажется, это вот время. Да, при матче уже поверил в их победу, но конкретно после этого замеса, я уверен, шанс уже повысили сразу в 2. Так, ну что, у нас тут нападение пошло на Клокер, который выкупался, так что его забрать будет в войне вкуснее. Медван пока что еще там немного кайтится, и, кстати, успешно кайтится Магнусом. Магнус от зоны его всей команды. Магнус будет при этом убиваться, и он успел дать ультимейт напоследок, но тулуга от этого никакого. Там дамаджа очень мало прошло. Силерия будет следующего. Пока что в инвизии не контрится инвиза, и Силерия уходит отсюда просто потому, что оказался в этот момент. Да, естественно, вот сейчас мы видим, что немножечко не хватает викингам, но вместе антимагой вообще бы не шел в замес. Клокер в очередной раз промазал хукшотом, не идет играл Тоби. Тут нельзя собирать Супер Башер третьим предметом, нужно БКБ. Ну, я бы сказал, что тут манты не особо полезны. Она здесь единственное, что снимает, это колдснап инвокеров. Все. Больше ничего. Да, Шейклошел залетает, не делаешь ничего. Эбисол важен. Если он не купит Эбисол, то Свен его перебьет в ближнем бою. Свен с ультимейтом объяснит антимагу. А если будет Эбисол, то Свен просто не будет бить, он стоит в баше, поэтому нужно Эбисол брать. Ну, и хотя бы Башер, то есть... А я БКБ после этого. А это номер один, потом БКБ. И еще желательно не драться. Вот Викинги хорошо играли последние 10 минут. Они спидпушили, убивали людей по одному, устраивали хорошие показательные ганги. И они выигрывали по Нетверсам. Там, если показать графики, там где-то тысяча две у них было, тысяча три, это хорошо. Да, три тысячи. Это хороший график для игры с антимагом Магнусом. Но потом они все заруинили. Вот если они сейчас будут драться пять на пять, удачи им. Удачи. Так, снова инвокер пошел светить. Снова инвизия. Это, кстати, хорошая такая подсветочка. Здесь М3 есть, так что если он сунется слишком далеко, он может и погибнуть, так что стоит быть поаккуратнее. Но спалился, спалился. Все равно, видишь, он подсветил, он еще может Торнадо быстренько закинуть и убежать. Даже не просто Торнадо. Тут попытается разобраться с Тоби. Тоби тут немного подруинил своими когами, но все равно за ним побежали, и Медван хочет драться дальше. Еще один стан, еще один выигранный момент против Медвана, но Тоби уже не спасли. Так, как бы... О, пеньки я привязала двоих, хорошо. Да, и сейчас танк, так, лизм пошел, очень много дэмэджа и начинается засолка. Ну, вот как бы я говорил, да, удачи им, потому что сейчас, вот конкретно сейчас, Айгисом с БКБ на Сталкере, они, наверное, слабее раза в два, если не в три. Поэтому Ганг, конечно, они попробовали сделать, в очередной раз их имбокер качественно засветил, вот эти моменты лучше всего отступать, если такие смога... Тебя увидели, то дальше без вариантов. Что там, М4 тысячи, видит, видит Сталкер, хочет убить. С Магнусом, тут надо РП давать. Он жирноват немного, но ДРП давать, но день, сейчас есть шанс. Есть РП, увозит подальше. Стянусь здесь, никто толком не успеет, и я там, смотрю, бежит на крыльях. Короче, как-то криво, они все сделали, если не хотели его убить, кстати, выручки. Оп, привязала. А там набегает, там набегает инвокер. Здорово, полснаб. И сбивать, все. Телепорта больше нету, убежать никаких шансов нету, не дадут просто нажать БКБ, и снова привязка, и снова прямо в цель. Мансить, конечно, против Верки, это такое себе дело в лесах. И теперь же Себастьян развернулся, которого тут пытались загонгать, и разобрался в ответочку со второй позиции команды Викингджи. В общем, какая-то странная ротация скиллов, то есть, если Магнус дает РП, а потом везет, когда он привозит Найсталкера, он выходит из Тана и нажимает на Букингбасс. Это единственный шанс, это было, если они вдвоем одновременно прыгают на Сталкера, и задача Антимага сжечь Суману, здорово, и задача Антимага сжечь Суману, и после этого дать ульт, пока Сталкер не урубил БКБ. Еще минутка до конца Егис и есть, поэтому можно, в принципе, здесь просто в наглую попытаться два вышку забрать, и вроде как этими занимается, Саксо Миттерхаммер выдает наш день, посыпались, Викинггинга, несите новых, эти закончились. Да, все. Тут дальше уже просто бегают УДЖ и фармят их по одному. То есть вот Антимаг, он вроде бы старается, он продолжает спидпушить, но остальные четверо просто руинят. Они бегают, нападают, фидят, подставляются по кулдауну, и, естественно, тут уже играют, что-то не банк с 9 для Антимага. Это так. А по деньгам, к сожалению, он какой-то суперпуст не ушел, хотя начало было хорошее, но потом и Мидваны подфидонили, накормили стаками, во-первых, потом уже персонажами, и он стал очень крут. И сейчас просто действительно не хватает ВКБ плюс обестала, чтобы с ним на равных поговорить, а вот пока он это все будет делал фармить, к сожалению, игра может закончиться. Сейчас Арамис помогает выбить... Там Аегис буквально секунд 5 оставалось до конца него. Сладкая булочка. Ох, забирает сладкую булочку по имени Ленина, и дальше у нас сладкая булочка по имени Тоби будет погибать. Да, там еще Станчик своих разлетел, пытается подсвестить Селери за счет Глимер Кейпа у него получается это сделать. И минус МИД есть в копилочку команда ОГИ. Они могут, в принципе, развернуться, если они потратили, они не хотят. Они с ребрами, поэтому они идут забирать уже и вторую сторону. Это Слен подолакать. Ух, как он рубит. И что, дождутся ли они этих двух героев, которые сейчас по кустоверне сидят? По идее, ох, РП есть. Повезли, не того. Повезли, кого хотели. Себастьян только рад, что вы так далеко решили везти. И сейчас Саленси подконтролил Бума, чтобы тот не очень далеко ушел. ШАД ворвался тоже под Саленс попал, под Стан попал, под есть контроль попал. И здесь нужно ГГ писать. Он уже ничего не сделает. Ну да, 25-30 минут. Ну что, УДЖИ ворвались на этот турнир с двух ног. Суть, потому что мы видим, много фишек показали, много новых моментов. Не, они, конечно же, молодцы. Они, на самом деле, вот видно, что где-то после 25-30 минут они начинают играть получше, по собраннее. Но, будем честны, у Викингов где-то вот на 20-й минуте все было хорошо. Они просто взорвалили сами себе. Но это ожидаемо. Викинги это далеко не самая сильная команда в европейском дивизионе. Естественно, там какие-нибудь секреты, ликвиды, там может быть даже Flight to Moon и прочие ребята покажут себя поярче. А пока видно, что Викинги после 20-й минуты наоборот теряются и принимают слишком много неверных решений. Да, у Викингов тут что-то не пошло. Не получилось пока что у них на самом деле игру без себя закончить. Они забрали СВН и это заставило УДЖИ отступить. Но две стороны они потеряли, по третьей придется основательно пройтись, учитывая то, что там две внешние вышки стоят. Ну, можно к этому моменту дождаться Рошан, например. До него там минутки полторы основного времени и потом после этого дополнительный таймер может выпасть маленький. То есть ждать в целом недолго. Вот. А после этого уже и с Ромаегисом пойти разобраться до конца. Что там у антимага? Как у него по фарму? Насколько он близок или не близок? Я так понимаю, что денег он там вообще по нулям вывез. Он же не заработал, ничего никого нет. Да, он же все в таверне просидел время. И у него 3-2-1 счет. Красиво, конечно, но вот оказывается, что активность у него не такая большая. Урвовс Дестракшн хорошая штука. Файти, кстати, может помочь. Хотелось бы все-таки добраться до БК любой ценой. Ну, и уже он и так показывает, что он ценой без байбэчности своей слоты собирает. И сейчас тоже байбэка у него нет. Так, нам показывают как раз-таки дух антимагов. Не тот антимаг усуждаем. И в два раза больше дэмэджа нанес Мидван. Ну, да. Он доминирует, он дерется. Ну, и аллажный. Хорошая игра от Мидвана, то есть вот что в первой игре он на спектре вытаскивает очень много моментов. Видно, что... Опа. Здорово, Шет. Бежать. Все. Под Саленсом все привязано. Убил, да, должно быть. Магнус-то пришел, но катаклизм разорвал лицо его антимагу. Дальше Арамис будет у нас пытаться отступить. И, кстати, много дэмэджа вливается. Себастьян погибает и близок к этому Мидван. Но он пока что под БКБ пытается отъедаться. Он отъедается. Арамис еще и забирает. Господи, от него просто соль пошла. Минус 4 и минус 5 сейчас будет, потому что Селери долго не проживет. Просветочка есть, контроль есть и убийство есть. ГГ пишет. Да, в общем, видно, что Мидван возможно все-таки хочет остаться в составе, даже если Антон хочет вернуться. Конкретно вот он две игры показал хорошую доту. Они вылезят, пока не услышат анонс. Он две игры показал хорошую доту. Что на спектре он качественно терпел и выжимал максимум с каждого момента. Что на свене он показал, как нужно тамповать и душить с самого начала. Оба раза у него были очень противные линии и он очень мало вывозил именно с линии. Но там было без шансов абсолютно для него. Но после этого он всегда находил для себя моменты, которые становились засолкой для него, для его команды. Он стал играть действительно на первой роли и ворвался сюда вот прям вот так хорошо. На первую роль. Ну, то есть тут у нас споры были перед началом серии, кто из них все-таки Топсон на каре играет или Медван. Но вот Медван показывает то, что не зря в папочках тренил. Да. Ну, в общем, насколько хорошо сыграли у Джи, вам поведают наши мальчики. Наши мальчики готовы. У вас как приятно, что ты нас так называешь. Хорошо, что ты нас к лучшим записал в данный момент. Действительно, при том, что Викинг и Джи Джи были очень серьезно настроены на эту серию, громко высказывались в Твиттере. У них не получается доказать свою состоятельность в этом данном конкретном матче. ОДЖи побеждают 2-0. Давайте разберемся, как это было на второй карте. По драфту вы сразу сказали, что ОДЖи, в принципе, здесь абсолютно сильнее. Этот Найт Сталкер еще, который неплохо закрывал практически всех персонажей другого драфта тоже зашел хорошо. Но некоторое время, надо сказать, Антибак лидировал по фарму. Под бафом Магнуса он собирал свое с карты. Где? Вот пошло все под откос. Расскажите, пожалуйста. Уже просто в какие-то определенные моменты все верили и решали драться с одной Масков Мэднесом на Свене. И из-за этого очень все плохо было. Как раз таки, нет никаких там сейф-артефактов. Клок прыгает, закрывает, его туда что-то влетает дополнительное, и все. Ты как бы драки проигрываешь. Когда они начали дожить эти драки, когда начали дожидаться артефактов на Свене. Сван собирает БКБ, все, тут игра закончена моментально. Свену тут ничего не сделаешь. Свен, БКБ, сталкер, БКБ просто идут вперед при поддержке инвокера. Они просто всех разрывают. Поэтому именно старт нужно было пережить. Ну вот эти вот моменты. Вот что здесь? Что стоишь? Что стоишь? Кого ждешь? Что ты хочешь? Ты подраться? Нет, ты не подерешься. Сколько ворвался, все. Митя, что скажешь по игре? Какие твои мысли? Да, мои мысли довольно простые, что антимаг, ну конечно, любую игру может выиграть, но для этого надо не на тысячу перегонять вражеского Свена на 10 тысяч, на 15 тысяч, чтобы вот большая была разница. Так он один в пять играет. То есть у тебя четыре героя, которые вот кроме бафа и пара вообще ничего не делают. Это его главная проблема. То есть те четыре героя, которые были подобраны под антимаг, они не работают. И он на столько денег не вел. Собственно, вот и все. Собрались, дофармили свои шмотки, пошли, закончили игру. Очень легко, уверенно, за один раз. Ну и не было какого-то момента для божественного РП здесь, да, для какого-то переворота для Викинджи Джи. То есть все очень грамотно УДжи сделали со своей стороны по позиционке, по подходу. УДжи всегда очень круто дрались. Они всегда позиционку выдерживают, они как дурачки не подставляются под это РП. И Сакс очень много черной работы, конечно, выполняет. Он очень много стакает. Во-первых, Эншинтов, во-вторых, ну, дабл стак сразу делал, да, и тот пул и Энш, кто всегда стакал. Поэтому для Свена здесь была, в принципе, довольно-таки простая игра. Когда есть стаки, это слишком хорошо. Много брак со стороны Викингов. Формат, вот ты пусть и Магнус подвозит, Линд не подает станом. Ну, уокеры дают раскастовочку, убегают, и теряешь героя, теряешь Рошан. Ну, тоже, момент просто на пустом месте. Абсолютно пустом, еще и говоришь, Свен с ультиметом, парни, гов едем. Да, Свен такой, давайте. Тэц, 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 и только слышишь крики, ай, как больно. Это очевидно, не очень сложная была игра. Поиграли с спектрой, показали, типа, вот у нас там, минорный Аннетон, вполне умеет. Клакаси сжимает круто, фишки знает. Вот сейчас Свена показали, кто брал Свена за последние сто лет? Никто не брал. А эти ребята сняли, спокойно победили. Свен заходит. Ну, ЛТВ играл, хорошо, ЛТВ играл. Нет, здесь в американском регионе Свен появляется там на регулярной основе, но это такое. Хочется видеть именно топ-команды, которые его демонстрируют. И вот Су-Джи, опять же, продемонстрировали. Свен реально силен. Свен очень сильный парень, если у него есть спейс, это один из мощнейших вообще-то матч-дилеров, который есть в Доте. Ну, и здесь все пришло. Можем дальше идти по Хэллайту. можем, да, Хэллайта просто не так много осталось. Щелкать по ним просто, вот фразы на сегодняшний день, потому что у тебя вот эти парни есть, и они вышку сломать не могут убить героя быстро, не могут навязать драку, не могут. Вот ворвался ваш оффлейнер. Если что, вот это ваш самый крепкий персонаж. Ноль вообще, что заходили, сами смолк нажимали. Один Свен, бог-бог-бог, как бы, да, говорили. Ой, как больно, да. Тип-типо того. И чем дальше влез, на самом деле, тем больше потенциала именно ОГ героев, а не со стороны. как Веркут, он что, на первом уровне батареи нажал, на втором уровне Коги поставил. Ну, грубо говоря, это его топ и перформанс, который он может выдать. Это просто пропорции, там, определенный хп на первом уровне, и потом столько же хп, там, не знаю, на десятом уровне, когда у тебя Коги уже стали лучше, и вот он будет наносить столько же дэмэджа, там, на десятом уровне, сколько он там носит. Ну, седьмом, да. На седьмом, да. Что-то на пятнадцатом у него ракета будет, на 150 больше урон носить, и он сильно полезнее станет. Нинча, она что-то так кинула копье, там, например, на 200 урона, что-то так кинула, а то на 150, на 100. Не, ладно, нинча бог с ним, это неплохо. Противник несется в мили. Нинча хороший дэмэдж дилер, но, опять же, нинча пятерка. Вопрос, скорее, пока не про лейта, а вот именно про какой-то мид-гейм, когда вот противник уже хочет идти там, ну, драться за что. То есть, ты не можешь перестать игнорировать драки. Точнее, над картой. И вот к моменту, когда это нужно делать, у тебя у героев ничего нет. И никак оно не скалируется, ничего у них не появляется. А у противников тот же инвокер. До аганима, после аганима, это там лишнее 1100 урона там в каждого героя. Берешь какой-нибудь Найт Сталкера, ночью, вот каждые 5 минут, он там на 5 минут просто машина смертельная. Стоит покупать любой слот, скалирование, 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 без ограничений каких-либо. И вот так вот каждый герой в итоге у тебя получается, является хорошим соло даже убиватором, даже в эрка. Дживелин берет, все, она может убить условно ничью. Нича в эрку нормально убить не может. И наказания по вышкам нет, опять же. Наказания за передвижение по карте нет. В какой-то интервью не просто ог. Мы доформили, штрафуем героя в легкой, в сложной, в центре, в вражеском лесу, в своем лесу, за баунти, за рошана, сделали минус 7, зашли, сломали в сторону. И в отличие от антимага, как раз там показывали все сравнение. Fight participation от антимага там 25%, у там Свена в расчетах в арене 65%. Свен может драться как раз таки при сборке их там одного-двух артефактов. Саблю купил, вот все. У тебя настолько много урона с ультимейта? Все равно лучше БКБ. Вот он собирает БКБ и там вторым каким-нибудь слотом и он может драться антимаг при Battle Fury и Manta Style еще драться не может. Ему еще два слота нужно против этого драфта, который есть. Особенно ему нужен опять же БКБ. Без БКБ ты вообще драться не можешь, потому что ты не можешь из драки блинкануться против этого сталкера. Вообще ничего делать не можешь. У тебя никакие скиллы не работают. Ни войд завязать, ни блинк завязать, ни щиток завязать. Поэтому ты просто стоишь и как агильщик получаешь по голове от этого, который тебя рубит с трех-четырех ударов. Опять же, ты как агильщик врываешься в драку и ставишь на перфрост волк. Все. То есть ты как агильщик без БКБ встал. Иззается бласт, ты как агильщик не бьешь. То есть без БКБ вообще не вариант. Либо там, я не знаю, миллиард, 10 миллиардов статус резистности какого-то иметь, правильно все нажимать, не врываться первым. Но опять же, вот ему просто не хватает тиммейта. Вот еще одного. Бруду. Дайте ему шестым героем, который потянет время получше, он тогда фармит, зайдет, будет бруда, который в БКБ будет все грызть, все замечательно. И то не факт, что 6 на 5 они будут играть. Не факт. Далеко не факт, было бы хотя бы попроще. Потому что так, ну опять же, что не халат, мы смотрим, это там несутся ребята из ОГЭ, такие тут бок-бок-бок, тут мы вам сейчас покажем и вот будем сейчас с вами наблюдать матч Нигма-Флай-То-Мун, чтобы понимать, кто попадает на ОГЭ. Я бы хотел на Нигму посмотреть. Вот я думаю, самый, по идее, равный матч должен быть, как по мне, за сегодняшний день. Нигма-ОУДжи или Нигма-Флай-То-Мун? Нигма-Флай-То-Мун, если на сегодняшние с ОГЭ, да. Если там париматч закончился там победой Virtus.pro, по-моему, да, 3-2, но там с камбэком было с 0-2, поэтому там Флай-То-Мун еще и расслабились слегка. Поэтому, ну, Флай-То-Мун хорошо ее. Они на большом промежутке времени очень стабильно играют, поэтому с Нигма они здесь поборются. Не факт, что они, конечно, победителем здесь выйдут, но битва будет хорошая. Я предлагаю сейчас подвести итог вот этой серии. Викинг и Джиджи очень целеустремленно и нагло хотели в нее войти, проиграли в итоге 2-0. Карма, карма. Ну, я бы не сказал это карма. Я бы на драфте остановился. То есть клавиши нажимали в разы лучше, чем то, что мы видели и от НИПов, и от, в целом, ВПП сегодня. Хорошо нажимали. Не повезло с соперником сколько-то, не повезло с тем, что вот по драфту, опять же, ты не можешь потенциал вытащить выше из этих героев, поэтому они не потянули. Ну, по общей картинке, Митя, ты как большой любитель ООГ, я думаю, ты должен быть доволен тем, что они собрались. Да, мне опять же не нравится то, что третье место падает в Узера на четвертое место. Узера, ну, третья пара команд падает на четвертую пару команд. Советно их будет ждать либо Flight of Moon, либо Enigma, поэтому мы не посмотрим их ни против ВПП, ни против кого-то еще. То есть там они тоже, скорее всего, не потянут. И давайте тогда зацепим, коль скоро у нас есть немножечко времени, все-таки уход с Умаила. Я не успел зацепить этот момент эфира с Димой, обсудили вы или нет. Поскольку по стольку. Ну, говорят, что можем уже уйти на паузу, поэтому это мы сделаем в перерыве, а вы, друзья, уже очень скоро увидите на этом канале Team Enigma против Flight of Moon.